5800 за вот это очень дорого а сколько соток у вас очень дорого но честно но куда 5 800 за такой за такой фрейм малюсенький я знаю фрейм и хорошо и это не самый лучший фрейм а сколько вас купили домов уже я считал 5 фрейм ты не купили еще 5800 честно это дорого ну лист вообще такой который на этом используется как называется бытовки на бутовка такой лист сколько стоит такой фрейм 5800 ты барн хаусер за 6 будешь строй а здесь вот за 6 фрейм просто я уже снимал про фреймы но это капец заходишь и все и хочется выйти давит сильно полезной площади давида ой 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 что это они еще потолок чем душно да странно хотя на улице всегда непонятно когда делают панораму на дорогу а фрейм это никуда на озеро да там на горы какие-нибудь но других вариантов нет а это южная сторона кстати это северная лестница капец руками надо подниматься как обычная лестница как вот выглядит человек на втором этаже фрейма очень не очень один шаг да и все это в принципе проблема фреймов а я тогда снимал это точно больше тут убийца просто капец шаг вот такой кажется что там крыша клюет так она клюет она верила не очень длинные выносы за этого не кажется по ней видно кривая на первый взгляд 4 500 сам по себе без земли без участка если у вас есть земля и участок это как вот этот да в смысле это дом это не магазин ух ты тут так заклепал саморезами офигеть а так делаю сразу очень низко сразу в коридоре низко я метр 80 просвечиваю я такой маленький когда не видел это только чисто под унитаз ну да ну там обычно не полтора метра вот тут прикольно я только да вот не понимаю вот они дерево так оставляют зачем о зато здесь какой большой цвет может покрасить но они как раз таки нормально еще один а тут вот сюда до 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 девочка кстати не знает сколько они стоят вам что-то подсказать сколько стоят дома я не знаю сам вот этот металл какой-то он прям реально самый дешевый да вот эти вот все и сам вообще сам в этот пальц самый дорогой короче 11 миллионов она не сказал стоит те из бруса голубые да я думал они самые дешевые они самые дорогие прикинь окна знакомы тебе да нет не помнишь где мы их видели да да вы же таки часа окна такие не знаю что-то как-то тут не по фэн-шую как-то не уютно не могу объяснить даже что что-то дни 10 миллионов ты пойми они с участком продают еще должен вот тут еще комната в комнате это видимо гардеробная к это был туалет а это видимо туалет со своей комнатой что гостевая а это слушай ну так то неплохо имеется ввиду как этот как проект это сосенка сколько стоит 10 700 площадь 183 10 700 охренеть я бы не купил хотя так куда заезжаю спокойно ты прикинь здесь ремонта сколько делать 187 квадратов это столько же десятка и стоит 20 миллионов выйдет такой дом не знаешь чем не нравится вот фальц особенно такой тонкий что вот он на солнце то и качестве он играть ты прикинь вот мечом играешь да пнул но это мы ли так видимо получается пнул а вот видишь замятинка какая-то и все и вот одна малепусечная замятинка а я смотри у него как этот от отошло здесь смотри смотри и либо нет видишь она сверху узкого снизу шире да ну но это мелочь все равно после этих дал говно домов мне кажется это мелочь ну как бы угол выступает вот если станешь по линии вот сюда вот прям в линию смотри у него угол дома выступает тот то есть у него километрия маленькие на секунду на ну получать смотри это походу совсем это ребята да это ребята да и все-все там смотри тоже доска там все этих сейчас наверно кто-то жестко слушай наверху гниет такое ощущение или мокрит там посмотри видишь в коньке не она прям от потеки отследят потеков закона не это не проклеена даже ломан уже то есть это же как-то надо ну вообще как бы да как как может это сделать друг когда уже дом построить что-то смотри окно у них было и они решили на его нахер или они будут его вырезать думаешь вы короче я не знаю мне каркасники вообще это я не считаю их за дом здесь вот этот лист должен нахлебнул на двойной перехлёст на этот бы решена как они на письмо конец то есть это должен лежать туда на половину спутку то есть через в разбежку короче нужно слушай белые заборчики вообще классно так такое ощущение не как будто поставили до делку это начали делать а потом что-то вспомнили стали вскрыли обратно почему-то вот это утепление такое он смотри там то есть ты посмотришь насквозь как бы там насквозь лицу видно подожди надо поймать это да короче понятно все я себя чувствую знаешь как в этом но при этом вагончике зашьют и ничего не узнаешь не увидишь пока у тебя там ничего не сгнеет но это очень узкие коридоры и низкий потолок в вагончиках реально вот видишь они проклеили потом хоть у них что-то случилось они все это нахер оторвали что-то там просунули ну да чем они дают этот дом как выставочный краска типа не смывается да краска не смывается а ё-моё офигеть реально все покрашено только менять и как не убрать это вот кто-то вчера обосрал их они запенили тишней на ухе то есть это дом комплект который идет ну завода вот это что такое смотри уголки какие-то все это блин это же пахнет конструкция короче я не понял может быть я что-то не понимаю но я не понимаю она тоже вся эта порвана вот я смотрю там наверху на крыше порвана я бы вот этот посмотрел да думаешь он открытый как бы заявочка тут смотри как сразу сразу другое ощущение ну другая мембрана по ощущениям а так еще и эта сторона ё-моё Лариса Ивановна ну видишь они уже хотя бы не ну то есть видишь на деревяшке ну вот да ну тут все этот по вроде получше красивенько аккуратно вот это выставочный дом какой должен хотя она дорогая ну вот так и упаковано должно быть я бы такой себе не взял конечно но мне нравится я тоже считаю да они как бы и выглядят сразу неплохо и внутри вроде неплохо но такой какой-то жести нет дом красивый конечно прикольный но опять же вот панорама давай посмотрим туда буду на соседа смотреть здесь ты куда будешь смотреть куда давайте посмотрим куда буду смотреть вот туда будем смотреть ну еще неплохо кстати длинный вагончик Дверь хорошо открывается. О, тут приятно, приятненько. Ну ты чё, это же не серьёзно, да? Я-то просто серьёзно хочу. Ну они, да, заделались с отделкой. Молодцы, конечно. Выход на террасу. Очень светло, очень много окон. Больше под офис какой-то, как будто. А это везде прыгает, везде прыгает. Здесь они все на сваях. Какая-то комнатёжка. И опять ты будешь смотреть. Опять сосед на тебя будет смотреть. А здесь ты будешь смотреть на дорогу. На сельсине как будто какой-то декорация. Вот прям декорация. Потому что для меня дома, которые на сваях, я их не считаю настоящими. Для меня дома, которые каркасники, я считаю их ненастоящими. И что мы имеем в итоге? Здесь все каркасники на сваях. Вот. Очень круто. Это то, что всё... Ну озеленение, чистенько. Асфальты. Заборчики белые. Это круто. И вроде красиво с одной стороны, а с другой стороны ты посмотришь и кажется, что это какой-то бутафория. Это мое мнение. Ну ладно, а самый дорогой? 10? 15? Почти 11. Какие? Голубой? Голубой? Да. А почему так дорого-то? Он идет из клееного бруса. Это самый дорогой, как нам сказал менеджер. Дом из клееного бруса. Так как правильно говорить? Клееного или клееного? Это я не знаю. А мне кажется, никто не знает. Кстати, смотрю, он здесь четко стоит. Обычно у них же там эти перепады или это замаскировано. Но у них же там эти перекосы бывают. Ой, тут прохладненько, да? Нет? Стяжка его нет. Стяжка его нет? У меня такой стоит. А, это о чем-то говорите? Немецкий, да. Как тебе труба пластиковая белая? Актуал? Как можно белые пластиковые трубы ставить и Диего вместе? Я спокойно отношусь. Виего такая отличная компания, дорогая. И пластиковые трубы, я не понял. Окна местные? Спецремстрой. Нифига. По высоте потолков очень комфортно находиться. Света много. Но 11 миллионов. 11 миллионов и тебе надо все, как бы, ремонт здесь делать. Интересно, тут цена бруса еще весенняя, наверное. Скорее всего. Скорее всего. Террасочка, да, такая? Здесь можно поставить кресло-качалку. А, нет, я выйду. Можно поставить кресло-качалку. Вот. И сидеть с ружьем. С винчестом здесь. Проваливай! На дороге кричать. Столб прикольный. Выставка современных технологий малоэтажного жилищного строительства. Насколько современные, не совсем непонятно. То есть, обычные, стандартные. Половина, да, то есть, барнхаусы, которые все здесь мы посмотрели, плохого качества. Я точно бы их не покупал. Особенно, там, если менеджер говорит, что самый дешевый у них 5800, это Афрейм. Который я, кстати, бы тоже не покупал. Ну, очень малепусечный. Малепусечный, очень неудобный. 5800, вы что, с ума сошли? Место классное. Газон, везде асфальт. Красивые дома. Минус, ни одного дерева нет. Что еще хочется сказать? Какие нахрен современные технологии? Где современные технологии? Хотелось бы увидеть это все. Инициатива просто потрясающая. Очень обрадовался, что, блин, нифига себе, как меняется строительство. С другой стороны, ну, нифига, оно и не меняется. Наняли строителей, они выстроили свои выставочные дома. И поэтому везде дома разного качества. Как говнари были, так говнари и остались. 10 миллионов, 11 миллионов за, например, вот такой дом. Непонятно для меня. Мне нравится сама концепция, да? Что здесь говночки, все закончено. То, что нет вот этих заборов из профлиста. Просто вот каркасники, прям, откровенно, говнищики. Ну, просто как сделано. Ну, да. Такого прям криминала какого-то нет. Жесткого. Ну, пока... За 10, 800. Ты считаешь, это не криминал? Ну, да, это криминал. Поэтому очень классная инициатива, очень классное место даже. Очень круто, что зелено, все. Белые заборчики, идея просто потрясающая. Все круто. Ведь чуть-чуточку не доработали. Не доработали в том, что поставили застройщика. Вот я намекаю, значит, кого нужно ставить здесь и дальше строить. То есть тогда можешь ситуацию исправить. Просто хорошие застройщики. Всю идею на корню испортили, ну, по сути, наверное, несколько человек. Ни у кого нет задачи там, ну, как-то плохое видео записать, плохой отзыв. То есть что-то хорошо, что-то плохо. Но чтобы было хорошо, нужно брать застройщиков хороших. Администрация Юрал Виллдж, обращайтесь. Новая дача, хаусверк, мастера технологий, домино, четверня, ну, и там, дровосека, кстати, можете, да. То есть вот строительные компании, которые хорошие, почему к ним не обращаются? Ну, потому что, наверное, у них ценник выше, а потому что, а выше, потому что они делают хорошо. Хотя не факт, что выше. Целая коалиция строителей, которые делают хорошо. Вот еще чуть-чуть добавить, и будет круто. Ну, если бы у тебя были бабки там, ты бы хотел строить вот так же свой поселок, мини-поселочек? Ну, так, мечта. Конечно. Я бы тоже. Хотя бы, не знаю, домов на 10. Ну, что и хотя бы домов на 5.